Долго можно смотреть на это эффектное зрелище. Могучая стальная рука тянется к дереву и сливается в танцы, где каждое движение буквально пропитано страстью. Харвестеров и форвардеров иногда романтично называют мужем и женой, всегда работают в паре. Но для кого лесозаготовка – это бизнес? Совсем не до романтики и метафор. Для них это танец, скорее схватка с конкурентами. Копольский опытный завод. Первый Харвестер здесь появился в 2012-м. Сегодня таких незаменимых машин в хозяйстве уже пять. А это совсем другие скорости. Не только плановая работа в срок, но и оперативное вмешательство на случай, скажем, засухи или незваного гостя-караеда. Помогает, конечно, выдержать конкуренцию при заготовке и продаже древесины в дальнейшем. Обеспечить цех своевременно лесом и исполнить все биржевые обязательства. Ставку на переоснащение делают в целом по стране. Количество спецтехники в отрасли за пятилетку увеличилось практически вдвое, и это не предел. В планах на этот год закупить еще порядка 35 Харвестеров и 39 Форвардеров. Тот случай, когда инвестиций не жалко. Результат налицо. Чистая прибыль увеличилась в шесть раз, а убыточных предприятий в отрасли и вовсе нет. Плюс показал и прошедшие непростой 2020-е сработали на историческом максимуме. Главный инженер Копульского лесхоза не без гордости делится успехами. Когда во всем мире ноги на фоне пандемии закрывались, они работали и не прогадали. Цены на древесину ожидаемо пошли вверх. Все три линии загружены на 100%. Подросла и зарплата около полутора тысяч рублей в среднем за прошлый год. Вкладывают в развитие. В планах на этот год автоматизировать один из цехов. На выходе эта продукция с более высокой стоимостью. В прошлом же году построили новый сушильный комплекс. Он тоже вскоре окопится. К слову, начинка белорусская. Сколько всего таких цехов у вас сушильных? Всего сушильных камер в Копульском опытном лесхозе имеется шесть. Разовая загрузка каждой камеры 50 метров кубических. Вот уже конечный продукт. Это да? Да. Это доска технической сушки. Стоимость такой доски увеличивается порядка 10-15% по сравнению с сырыми пиломатериалами. 26 тысяч тонн пиломатериала в год, 80% на экспорт. Эта машина загружается на Литву. Среди покупателей также Латвия, Германия, Дания. Из нашей древесины делают мебели хорошо известный шведский производитель. Низкосортное сырье тоже в деле. Из них получаются, как оказалось, очень востребованные деревянные поддоны. Тоже за рубеж. В процессе производства пиломатериалов получаются отходы деревообработки. Щепа древесная, опилки, горбыль. Щепа древесная используется для отопления сушильного комплекса, а также для производства гранул древесных. И местным ЖКХ используется для отопления города Кополя. Частично отходы и на пилетное производство запустили в прошлом году. Реализовали уже более 12 тысяч тонн. Запуск пилетных заводов гарантирует безотходную переработку. А в мусор уходило порядка трех миллионов кубов, говоря народным языком, бракованной древесины. А это «Живые деньги». Разработать программу по строительству таких предприятий по всей стране поручение президента. Сегодня их семь. В ближайших планах строительства еще нескольких. Они уже сегодня вышли все на проектную мощность. Они сегодня все, как мы говорим, плюсовые. Отрадно то, что мы сегодня имеем портфель контрактов. Они законтрактованы на текущий год. Поэтому это направление, которое действительно нам нужно развивать. Сугубо цифры производственной мощности по выпуску пилета выросли до 530 тысяч тонн. А это переработка дополнительно полумиллиона кубов низкокачественной древесины. Сотня рабочих мест и плюс 15 миллионов долларов выручки, казалось бы, из мусора. Технология европейская. Спецтехника шинкует отходы древесины, затем высушивает и прессует в гранулы. В Кличеве уже выпустили почти 6,5 тысяч тонн хвойного и популярного в Евросоюзе топлива. Кстати, на экспорт он почти весь и уходит. Можем расфасовывать по тонне в Бехбеке. По 15 килограмм в мешочке можем фасовать. И также можем фасовать россыпью в автотранспорт. Идет в Данию. Также есть контракт уже у нас заключен за Германию. Преобладающая экспортная линия – это, конечно, благо для предприятий. Ежегодное потребление в мире топливных гранул – более 40 миллионов тонн. Но это не повод игнорировать внутренний рынок, где местные виды топлива тоже найдут применение. И это тема отдельных поручений президента. На этой неделе к ним еще раз вернулись. Я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определиться, сколько вы будете заготавливать этих дров и пилет и щепы для внутренней потребности. Мы должны отапливать дома, городки, деревни дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы сможем сократить потребление природного газа, за который мы платим хорошие деньги, большие деньги. Да, пока в Беларуси новый вид топлива не прижился, покупают лишь считанные тонны, изменить ситуацию сможет появление в стране собственного производства специального оборудования. Ведь в обычную печь, оказывается, его не бросишь. Шесть тонн пилет заменяет 18 кубометров дров. Но нужно наладить выпуск экономичных котлов с высоким коэффициентом полезного действия. Как промышленных, так и маленьких котлов для индивидуального пользования. Хорошая автоматика, хороший металл. Ну то есть это нужно делать с нуля. В ближайшее время будут пересмотрены наши подходы по использованию газа в виде топлива. Мы обсчитаем всю целесообразность перехода с газа на щепу, на пилеты, брикеты и так далее. И соответствующие решения будут приняты. Олеся, очень активное производство. А значит ли это, что скоро этот лес закончится весь? Нет, это далеко не так. Допустим, в прошлом году, в 2020-м, мы вырубили около 43 гектар сплошных рубок. Главного пользования и сплошных санитарных рубок. Посадили уже в 2020-м году весной около 50 гектаров. Это значит, что намного больше воспроизводится леса, чем вырубается. А вот на этой площадке, на которой мы сегодня здесь с вами находимся, когда появится новый лес? Новый лес здесь появится уже этой весной. Лес – это подарок природы, как часто напоминает президент. Именно хозяйский подход во главе угла лесной промышленности страны. Несмотря на активный рост переработки, ежегодно лес прирастает новыми деревьями. И сегодня в стране едва ли не каждый второй зеленый гектар. За годы нашей независимости мы увеличили площадь зеленых богатств почти на миллион гектаров. Это говорит, что мы не хищники и к природе относимся и к тому ресурсу, который дарован нам Господом по-человечески. Здесь зарождается белорусский лес будущего. Это республиканский селекционно-семеноводческий центр. Иными словами, настоящая лесная биофабрика. Это сокращает затраты лесхозов, которые нанесут на выращивание самого леса до перевода лесных культур. Второй момент – это приживаемость лесных культур. То есть она гораздо выше, чем у ОКС, у открытой корневой системы. В первую очередь опробирован финский опыт. Главное новшество – закрытая корневая система, когда будущие деревья высаживают с кубиком торфа. Это позволяет выращивать саженцы едва ли не круглый год – с марта и до поздней осени. Уход словно за ребенком. Специалисты часто шутят. Все как у человека. Родить ребенка – это одно, а вот вырастить его. Для того, чтобы стволик растения одревеснел, его выносят для закаливания именно на поле доращивания. Соблюдена вся технология для выращивания. Технологию активно внедряют по всей стране. За три года построили четыре специальных комплекса. Благодаря передовому опыту темпы берут в высокую планку. Отборного посадочного материала стало в два раза больше. Причем не только хвойных переносят опыты на лиственные деревья. Сегодня белорусский лес создается наполовину из отборных саженцев. Укрепить высокие европейские позиции, а Беларусь в десятке лучших – задача для всех, кто так или иначе задействован в лесной отрасли. Баланс между экономикой и экологией – залог нашего богатства. О белорусском богатстве в главном эфире Вероника Бута, Ольга Онищенко, Андрей Ястребов и Илья Цветков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова